Мы вновь в поселке Тярлево, как и обещали вам когда-то. Вновь посещаем этот прекрасный сад. Сад коллекционера, сад художника. Но зимой, главное, сад архитектора Ирины Семеновны Пыжиковой. Здравствуйте! На моей полке хорошая коллекция книг по ландшафтной архитектуре и садово-парковому дизайну. Но ни в одной из них не затронта эта тема. Сад зимой. И не надо кидать в меня камни. Я понимаю, о чем говорю. Множество книг и статей написано на тему зимовки сада. Сохранение растений от холода и снежных масс. Но все о садоводстве, а не о дизайне. О красоте и гармонии сада в зимний период все как-то умалчивают. Когда-то, в период моего студенчества, нам раскрыли один секрет удачной композиции. Посетив лекции Джона Брукса, я задала этот вопрос и ему. Гений ответил, что часто пользуется этим приемом. Так в чем секрет? А он очень прост. Представьте или нарисуйте композицию, группу, сад в черно-белом варианте. И вы увидите, насколько они гармоничны. Нет ли лишнего? Не превратился ли цветник в кашу, а группа стала темной и тяжеловесной? Этот принцип работает и зимой. Все боятся этого времени года из-за нехватки красок. Считается, что сад становится голым и темным. Но так ли это? Остаются высокие солитеры и акценты наших садов. Тотки парисовики, еленверсы, скальные можжевельники, бонса из лиственниц, а еще яблони, грабы, клёны и уцелевшие злаки, да сухие плоды многолетников, роджерсии, рудбеки, синеголовника. Но так ли это мало? Это время, когда садовник может дать отдых не только рукам, но и глазам. Зима скрывает многое. В это время не определит сорта большинства растений и, скорее всего, не превратились в огромные сугробы. Кипарисовик, нутканский и еленверсы грустят под белыми шапками. Да и изысканно подобранные цветники не играют своей роли. В это время идет другое исчисление открытым и закрытым пространством. Снег все объединяет и сглаживает. Если вам везет больше, чем жителям северо-запада, и вас регулярно накрывают пушистые снега, а не как нас заливают смесью снега и дождя, превращая все в бесформенную кашу, вы можете наблюдать соцветия многих многолетников в поздний осенний и зимний период, любоваться инием и росой. Или, как случилось у нас в эту зиму, снеголовник стал серебряным и покрылся снегом, как хлопковым пухом. Посмотрите, как защищает себя злак, задерживая снег пушистым сугробом. Злаки любят зимовать несрезанными, а еще в них запутывается такое редкое зимнее солнце и кажется, что сад наполняется золотом. Не бойтесь добавлять злаки в ваши сады, особенно если вы живете за городом круглый год. Межсезонье – это их время. Летом в цветниках они вуалируют и мирят разные цветы между собою, а позже выступают акцентами и неизменно приковывают к себе внимание. И, как говорит на эту тему Ирина Семеновна, травы нивелируют колористические ошибки. Они гармонизируют пространство и успокаивают нервную систему, взвинченную работой в городе. Среди них всегда звучит музыка ветра. Часто слышу обсуждения по поводу ширины и качества дорожек и площадок. Дескать, подумайте, как вы будете их чистить зимой. Столь редкая многоснежная зима этого года натолкнула меня на мысль. А зачем вообще вести эту нескончаемую и нелегкую войну за идеальную чистоту дорожек? Неприятнее ли будет пройтись по хрустящему снегу в валенках? Я всегда мечтала о белых валенках, но наши сырые зимы отдаляли меня от покупки. Эта зима поставила точку в моих мучениях. Решено! Куплю! Кстати, именно так нас встретила хозяйка сада. Выйдя в высоких валенках, она быстро еще раз прошла, протоптала основные дорожки. Тут чистится снег только по основным направлениям. От дома до калитки. Да в хозяйственную часть сада. При этом дорожки не оголяются до мощения. Так и ходить не скользко, и ощущение чистоты и единства пространства не теряется. Кто-то скажет, лиственница неинтересна зимой? Отнюдь! Посмотрите, какая архитектоник! Гармония во взаимном расположении частей, в ритмическом истрое, в пропорциях. Этот сад удивил меня даже в подходе к зимовке многих растений. Например, гортензии привычно видеть с обрезанных соцветий, но не здесь. Сразу видно, что если соцветия полностью стерильные, то снег сильно прижимает их к земле, и есть вероятность разлома куста. А вот кюсю выглядит очень эффектно. Часто делают живую изгородь из ели или туи. А надо ли? Вот и с граба. Многие боятся сажать лиственные растения и считают, что иначе в зимний период она не защитит от взгляда со стороны. Но глаз человеческий – интересная штука. Взгляд не может пройти сквозь такое переплетение ветвей без серьезного напряжения. Живоизгородь из лиственных пород должна быть хорошо и регулярно стрижена. Тогда и функцию свою она сохранит как летом, так и зимой. Да еще и в отличие от хвойной, выглядит легкой. Зеленая комната с квадратным водоемом, насыщенная растениями, цветами и формами, зимой превратила в светлую площадку, огороженную воздушными изгородями из яблони груш, сформированных в пальметы и кордоны. Но они не сдают преграды на пути, позволяют взгляду свободно проходить сквозь себя и объединяются с соседними композициями и уголками, скрывающимися в летний период. Посмотрите, как хорошо зимуют рододендроны. Вот такое взъерошенное очарование. Туи, так любимые нами за светлую зелень и непроницаемость летом, стоят темными тяжелыми стражами по краям участка. У нас тут найден экземпляр, за красоту которого, за сортность которого все вокруг бьются, что он должен быть такой эксклюзивный, такой единственный, и он должен быть, ну, самый красивый. Приходим к этому месту зимой. Отличная бодрая кучка. Кто скажет, что там варигатный можжевельник? Вот насколько в нашем регионе нужен или не нужен выбор сорта? Или посмотреть красоту видовую? Я не вру, он реально варигатный. Ой! Па! Надеюсь, что это видео и сад Ирины Семеновны Пыжиковой послужат вам источником вдохновения. А создавая или планируя свой сад, вы обязательно подумаете о зимней картинке. Ведь сад может и должен быть прекрасен и любим круглый год. КОНЕЦ